всем привет как всегда спасибо за то что пишите комментарии под этими роликами а если пишите комментарии значит вы их смотрите и слушайте и реагируете на них это очень приятно значит не зря я здесь сижу и разглагольствую ну а что 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 шкафы стоят пластинок полно всего начать чем закончить не знаю дэвид болвы у меня сегодня на проигрывателе стоял я же показываю пластинки те которые я слушаю сегодня вот я сегодня послушал там роберта палмера и не показал его потому что после него поставил давида болвы пластинком the next day замечательный альбом который вышел в 2013 году замечательным для меня в первую очередь тем что это любимая пластинка моей дочери чему я очень рад потому что это хорошая пластинка значит у дочери хороший вкус что меня повторюсь еще раз очень радует не что-нибудь там да а the next day любимый и очень хорошо я не могу про себя сказать то же самое не могу сказать что это мой самый любимый альбом давида болвы потому что каждый альбом давида болвы у меня любимый вот да и в каждом альбоме в зависимости от настроения в зависимости в зависимости от состояния в зависимости от погоды даже от того места в котором я нахожусь в момент прослушивания альбомов в этом городе в Санкт-Петербурге или где-то еще в другом месте хочется послушать какой-то конкретный альбом и они все для меня в общем одинаково хороши потому что в каждом из них я открываю постоянно до сих пор новые пласты новые какие-то музыкальные штучки новые эмоции не хочется говорить слово идея я не люблю очень вот в этом альбоме музыканты показали столько музыкальных идей у них было столько музыкальных идей я вообще не знаю что такое музыкальная идея поэтому наверное и не люблю это выражение очень много музыки очень много неожиданностей каждый альбом неожиданным по-своему но что касается the next day он как и все остальные альбомы альбомы дэвида ловы неожиданным конечно но здесь 9 превзошел себя потому что настолько все песни разные настолько они не похожи одна на другую и по концепции по композиторским каким-то делам и по аранжировкам и по духу который они несут тут есть песни которые вполне могли быть были могли бы быть записаны там в 1975 году например спокойно например you feel so lonely you could die это это вообще двойник это такое расширенное немножко издание здесь много достаточно песен я не я не помню сколько по по счету 49 здесь 11 12 13 14 15 16 17 18 да ну дэвид записал гораздо больше такое количество вошло в это делюксовое издание можно сказать так вот и feel so lonely you could die на четвертой стороне первая песня это в чистом виде просто такой как я уже говорил 75 74 год эпическое можно сказать полотно медленная вполне 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 традиционная мелодика ну своя не 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 взятая у кого-то да там но в традиции именно такого то что называется классический рок 70-х годов такая понятная совершенно безо всяких сумасшедшинок как у дэвида часто бывает безо всякого никакого модернизма никакого авангардизма да все 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 совершенно традиционные она развивается из такой спокойной истории достаточно грандиозную всю эту роковую очень красивую но опять-таки это все по по звуку тут звук при этом современный совершенно абсолютно современный даже сейчас вот в 2023 году звучит очень современно но аранжировка такая гитарное арпеджио и на фоне этого арпеджио то есть только не знает это перебор гитарный такой и вот такая я не знаю как барклай джим хавест да может быть где-то близко по по принципу построения песни после нее хит хит называется песня хит не хит хита хит смысле тепло абсолютно просто дэвида торновская вещь дэвид торн здесь играет на гитаре замечательный музыкант авангардный совершенно да и вот такая странная какая-то мрачная штука тяжелая с гудящим басом толкающим вперед монотонная в одном аккорде очень странная штука со уши дальше идет вроде бы веселенькая песня но очень сумасшедшая очень сумасшедшая и это уже никакой не 75 вам год это уже вне времени абсолютно план это торновский в кавычках инструментал потому что это боуевский инструментал конечно но в сторону дэвида торна а таки дэ уже роковый хороший почти классический номер очень очень интересно ну пластинку начали писать я скажу просто немножко маленькую предысторию в 2010 году боуи встретился с тони висконте своим старым товарищем замечательным продюсером который записал такое количество разной музыки я покажу несколько пластинок спродюсированных тони висконте это настолько настолько широкая палитра там начиная от оси бисы и заканчивая дэвидом воуви и в промежутке группа кис еще то есть там там полный порядок с с человеком с умением и в полной тайне в полном секрете привлекли они еще гитаристы джерри леонардо начали записывать дэма в маленькой студии в нью-йорке финансовом районе никто ничего об этом не знал потом они спустя год примерно переместились уже в большую студию тоже в нью-йорке из студии выгнали всех стажеров всех лишних людей остались только два звукорежиссера это не висконте ну и музыканты естественно и все подписали бумагу о неразглашении того чем они занимаются в данный момент дэвид боев категорически запретил выдавать любую информацию о том что записывается новый альбом и рослик прекрасный гитарист который здесь играет тоже на этом альбоме он очень жаловался потом что вот моя фотография на развороте журнала rolling stone я с гитарой и я не могу даже написать нигде и сказать что я в данный момент записывал альбом с дэвидом боу и вот черт возьми вот так и никто не знал о том что пластинка записывается и что она выйдет какого числа где что когда все никто не подозревал что дэвид боев пишет новый альбом потому что последняя пластинка была выпущена в 2003 году правильно до в 2003 и в 2003 он прервал концертный тур у него был сердечный приступ и на 10 лет он практически скрылся из глаз публике и журналистов про него тони висконте про него сказал что прятаться дэвид боу и умеет он скрылся так что при этом он жил в нью-йорке и но в абсолютный такой шпион 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 еще такой был ну в общем такую в таких вот условиях записывалась эта пластинка записывать музыка как обычно потом давид боу и уходил писал слова писал мелодии потом все это собиралось дописывалось еще и получилась удивительная штука потому что нет не просто песни разные а внутри каждой песни они разные внутри каждой песни меняется все меняется и и звук и настроение про мелодию я не говорю про гармонию я тоже не говорю потому что начинается за здравие кончается его еще больше за здравие неожиданно совершенно но это такое разнообразие и при этом это разнообразие складывается в единое целое в монолитный полноценный альбом это только дэвид боу и умеет так делать умел и умеет я не буду говорить умел музыканты не пока мы слушаем их пластинки the next day первая вещь напоминает мне отдаленно напоминает по духу своему по конструкции песню фэшн известный вам номер наверно если вы слышали вообще когда-нибудь доведа волы такой же оголтелый марш оголтелых сущностей которые движутся вперед то ли это то ли это люди то ли это дни полета листы календаря но это такое непрерывное жесткое маршевое движение вперед почти металлическая диска которая придумал когда-то дэвид боу и вместе с и гиппопом много-много лет назад в семидесятые годы прошлого века the next day переходит в duty boys с баритон саксофоном мрачнейшим тоже пост ну тоже движение но не летящая такое маршевая а такая тяжелая поступь таинственная в темноте дети boys с этим едким саксофоном там коротенькая соло саксофонная очень уместная очень едкая и агрессивно-саркастическая вот я бы так сказал the stars are out tonight звезды хотели бы жить вечно своих лимузинах и ресторанах но к сожалению это не так ну песня натуральный хит просто и опять таки это все вне времени это когда слушаешь этот альбом вдруг приходит ощущение что ты не понимаешь в каком времени ты находишься и что происходит вокруг наполеоновские войны происходит вокруг или какая-то средневековая история или мы уже в космосе и жизнь уже земная закончилась а мы находимся неизвестно где вообще в каком-то неведом пространстве такое ощущение потому что но смещение времени смещение смещение привычных мелодических структур до которым мы привыкли на гармонических структур и мелодических линий вот я бы так сказал все не так как не то к чему мы привыкли все по-другому это это другой мир и в этом мире свои законы которые мы пока которых мы пока не знаем и слушаем эту пластинку на второй стороне первая песня вдруг снова традиция почти традиция почти традиция продолжающие медленные песни давида болви прошлых времен но она хоть как-то в какое-то время фиксирует нас в каком-то времени valentine's day еще более традиционная песня красивая хорошая с хорошим рефреном тоже понятная но за тонны и фикан 7 3 номер это отсылка уже наверное к альбому outside давида бога очень сложная конструкция со сложной мелодической линии вокальный я имею ввиду поет давид боу и уже на отрыв просто на разрыв и не знаю на что еще айдер это бихая продолжает эту самую не фикан 7 а продолжает первые два номера нельзя сказать балладных не люблю а медленных таких традиционно в хорошем смысле слова традиционно написанных но опять-таки так как традицию понимает давид боли совсем не так как мы с вами понимаем это не битловские гармонии и мелодии при всей моей любви к битлз это просто это другая музыка абсолютно абсолютно другое мышление музыка что и интересно безумно и при всей неожиданности вот мелодических поворотов и гармонических это все очень музыкально никаких диссонансов не никакой фальши не разрушается ничего но просто раз вот оказывается и так можно сочинять да я уже и не говорю об аранжировке а невероятной плотности звуков даже по первой песне the next day можно судить какая там какое там пространство гитарно синтезаторно клавишно барабанно басово вокальная и это удивительно потому что ты когда слушаю эту штуку я не понимаю совершенно как это сделано слушаешь группы там разные группы слушаешь абсолютно все понятно как записано где что звучит как что очень круто здорово но понятно здесь не понятно ничего как добиваются вот этой плотной такой космической звуковой атмосферы абсолютно не понимаю но очень здорово ну здесь конечно и давидовый продюсировал это не висконте продюсировал и вдвоем они сотворили чудо музыкальное на третьей стороне песня интересную очень you will set the world on fire последняя вдруг какой-то led zeppelin лично это гитарный тяжеляк такой бац ну потом давидовый поет все становится на свои места песен много говорить о каждой можно долго лучше просто слушать the next day 2003 2013 год неожиданный и прекрасный альбом пошел пить пока